Приветствую, мои дорогие! Меня зовут Рафаэль. Рад вас снова увидеть на этом канале. Спасибо большое каналу Pro Beauty.KZ, что размещают мои видеоролики. Сегодня мы затронем очень важную тему с вами. Она касается вопроса выбора способа омоложения. К сожалению, от возрастных проблем, от возрастных изменений нам никуда не убежать. Поэтому и у меня, и у вас когда-то что-то изменится на лице. И не только на лице. Вопрос. Чем же заниматься-то? Что же делать? Вы можете пойти к косметологу, можете пойти к массажисту, можете обратиться к специалисту по гимнастике для лица. Вы можете пойти на аппаратную косметологию или к пластическому хирургу. Есть еще множество способов омоложения, будь то иглоукалывание, кровопускание, чего только сейчас на рынке нет. Я эти тематики не буду затрагивать, просто хочу сказать, что на рынке омоложение очень большая конкуренция. Массажисты могут сказать про те, кто занимается гимнастикой, не надо заниматься гимнастикой, потому что мышцы перенапрягаются и это плохо. Нужно мышцы расслаблять. Те, кто занимается гимнастикой, скажут, вы что? Массаж растягивает мышцы и тянет лицо вниз. Это очень опасная процедура. Косметологи скажут, это все фигня, надо колоть, надо применять инновационные медицинские решения, радикальные. Пластический хирург, может быть, тоже самое скажет, но только он говорит, зачем вам колоть инъекции, если можно просто кожу натянуть и ничем ее не наполнять. В общем, у всех своя правда. Я хочу сегодня выразить свое мнение по этому вопросу. Во-первых, я считаю, что любой способ омоложения хороший, но только когда он находится в золотой середине. Поговорим про массаж, которым я занимаюсь, который я делаю на этой кушетке. Я ее вам показывал, если вы видели в предыдущие ролики. Массаж, что же он дает? Если вы в первую очередь пойдете на массаж и будете делать, в частности, букальный массаж, который делается через полосвета, он позволяет мышце изнутри и снаружи проработать и расслабить, снять мышечный спазм. Мышечные спазмы являются причиной появления заломов на лице и любых других деформаций. Мышцы – это фундамент лица. Это мы запомнили, это мы знаем. Что же делать? Расслабить спазмы, и лицо встанет на место. Вот в чем принцип массажа. Но если делать массаж слишком много, то это действительно может привести к каким-то неприятным последствиям. Нужно обязательно пользоваться услугами грамотного специалиста. Например, массаж нельзя делать каждый день. Категорически нельзя. Это вредит мышцам. Букальный массаж делается только один раз в неделю для того, чтобы мышцы восстанавливались между процедурами и для того, чтобы выработалась мышечная память, благодаря которой результат держится долго. Это я вам говорю как эксперт в своей области. Если говорить про гимнастику лица, это тоже замечательная методика омоложения, позволяющая мышцы тонизировать. То есть из состояния вялого привести в состояние тонуса. Поэтому одно дело здесь собрать все и накачать. Другое дело расслабить зажатое. Оно вместе дает гораздо более правильный и качественный результат. Но с гимнастикой то же самое. Если вы будете ее делать слишком много, каждый день по несколько часов, вы перекачаете свои мышцы. У вас просто станет огромное мускулистое лицо. Шесть кубиков пресса на щеках появится. Зачем вам это нужно? Это тоже выглядит некрасиво. Это перетянуто, перекачанное лицо, это тоже некрасиво. Так что, как и с массажем, с гимнастикой тоже должна быть золотая середина. А если эти две золотые середины совместить, то будет потрясающий результат. Но иногда этот синергетический эффект не позволит вам убрать те или иные морщины, поскольку, ну например, если у вас есть привычки, то морщины все равно какие-то останутся. Например, межбровная складка. Тогда вы можете обратиться к косметологу, чтобы точечно, мягко, с помощью некоторых инвазивных мешательств замаскировать нежелательные моменты на лице, которые не получается убрать естественными путями. Но когда вы перекачаете все лицо, оно становится адутловатым, накачанным, тяжелым, наполненным влагой, оттого и такое надутым. Это тоже очень некрасиво. Перекачанные губы. Такое сейчас встречается реже. Я вижу, что люди все-таки склоняются к тенденции сохранения естественной красоты. Это меня очень радует. И я как раз выпускаю это видео для того, чтобы вы тоже стремились сохранить естественную красоту. То есть косметолог должен, как кисточкой художник, что-то закрасить, где-то подправить и улучшить ваш внешний вид. Не прибегайте к радикальным мерам. Пластическая хирургия – это тоже очень хороший метод, особенно касающийся моментов таких, как обвисшие веки, мешки под глазами. К сожалению, тоже очень сложно их убрать с помощью гимнастики и с помощью массажа. Кто бы что ни говорил, не у всех это получается. Но пластическая хирургия прекрасно с этим справляется. Но если перекисямкать все лицо, то получается некрасиво тоже. Лицо выглядит каким-то перетянутым. То есть человек пытается скрыть свой возраст. Вот этого делать не надо. Лучше выглядите на свой возраст, но выглядите хорошо. Вот вам 60 лет, выглядите на 60, но только чтобы вам говорили. Ого, вам 60, здорово выглядите. Здорово. Правильное сочетание вот этих всех способов омоложения, в том числе и аппаратной косметологии, дает самый лучший результат. Но не увлекайтесь, везде держите золотую середину. Вот в принципе, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Так с чего же начать, спросите вы, когда обнаружите у себя какие-то возрастные изменения. Сам массаж и гимнастику для лица в грамотном сочетании. Это уже даст вам хороший результат. И также это все можно делать для профилактики. Правильное сочетание упражнения, которые тонизируют мышцы, и массажа, который снимает напряжение с мышц, будет давать очень хороший синергетический эффект. По поводу упражнений. Я буду для вас их показывать. В следующих видеоуроках вы увидите упражнения, и также самомассаж лица. Будут давать техники вам. Также, если вы захотите приобрести комплекс самомассажа, у меня тоже такое есть, переходите по ссылке в описании, там ссылка на топлинг. Там находятся комплексы самомассажа для подтяжки шеи, подтяжки нижней трети лица и скул. Это позволит вам убрать второй подбородок, вытянуть шею, убрать брыли, убрать носогубные складки. Чуть позже у меня появятся комплексы для проработки зоны вокруг глаз и лба. Это нужно немножко подождать. Но то, что имеется, уже себя зарекомендовало, так что обязательно посмотрите. В следующем уроке покажу вам упражнение. Спасибо, что досмотрели до конца видео. Ставьте лайки, переходите по ссылкам, которые мы добавили в описании. Подписывайтесь на канал ProBiotic.Z, подписывайтесь на мой канал. Буду рад вас видеть. Спасибо большое.